Меня бы бабушка с дедушкой бы съели с говном за то, что я скажу. Мне это вообще все не близко. Это Бандера, это все пи***ц. Мы не знали, где Украина, не хотим знать, и нам это вообще все неинтересно. Ура, скрепы, мочить сортири. Вот столько украсть, вот столько при***ть, вот столько потратить на херню. Они опошли понятие фашизм, понятие родина, понятие патриот. Своими говняными руками изгадили. Никто не за войну, никто никогда не поддерживает, никто не за Путина. Уехать, валить просто вот. У***вать. У***вать, просто вот собрать все и валить. Евгений Чичваркин. Родился 10 сентября 1974 года в Ленинграде. Российский бизнесмен, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где с огромным успехом занимается винным и ресторанным бизнесом. В России заочно арестован и объявлен в международный розыск. Женат, имеет сына и двух дочерей. Евгений, ну вот, видите, мы в центре Киева. Смотрите, какая красота. Красота? Когда-то большевики этот собор взорвали, но уже с помощью, кстати, братьев Кличко его восстановили. Ну, большевики много чего напортили, и много бы напортили еще, если бы Зеленские сотоварищи себя хоть как-то дрогнули бы первый день, и они бы здесь уже все напортили. Сейчас, видите, ленинградские большевики что творят. Они не большевики, они Орда. Они хуже. А вот памятник, легендарный, знаменитый памятник Богдану Хмельницкому. Символ Киева, посмотрите. Да? Ну, так он сохраннее будет. Сохраннее будет. У них же хватит, это не мозги, да, нельзя сказать, что хватит мозгов, хватит безмозглости и сюда пульнуть. Конечно, конечно. Я очень боюсь, что когда они поймут, что все, они еще до сих пор не понимают, что все, это будет, да не достанется, что никому. Вот я очень это боюсь. Вы считаете, так может быть? Ну, представляете себе, псих, у которого была параноидальная идея, и которая не реализована. Мы же с вами не, все-таки у нас нет какого-то, мы не доктора наук в психиатрии, здесь доктора наук еще на консилиум могут собраться. А здесь случай тяжелый клинический. Пациент тяжелый, да? Ну, пациент более чем тяжелый. И плюс того, что еще он свои симптомы заряжает как кассетные боеприпасы в телевизор, и с Останкиной еще херачит на 140 миллионов населения, а еще куда дотянется, где еще продолжает работать российское телевидение. Тоже жемчужина Киева, Софийский собор, потрясающе, видите, Софийская площадь, красота, да? Да, у моего друга там квартира за ним, с крышной террасой. И это наш вид последние 8, наверное, лет. Где вы были 8 лет, мы выпивали винтажное шампанское с видом на Софию. Как можно на такое было покуситься, да? На такую красоту, на такую святость. Он реально уверен, что здесь Собянин положит плитку чистую, вот без вот этого, вот этого. Положит чистую плитку хорошую. Вот. Здесь будет порядок, менты не вот такой забор, а настоящий большой. Вот. И пропуска, распознавание лиц, и это будет порядок. А вы все держите в беспорядке с вольницей, со своей. Вы могли? Я в этом уверен, абсолютно. Он помолится в лавре, там тоже наведет порядок. Везде будут стоять чекистские священники, а они вот черти кто. У нас в лавре и так чекистские священники. Ну, не справились. Но уже все, да. Да, уже похоже все. А скажите, пожалуйста, вы могли себе представить, вот вы же умный человек, вы же знаете этих ребят чекистов. Вы могли себе представить... Я не настолько умный, видимо. Или не настолько знали их. Могли себе представить, что они попрут вот так? Ну, я до последнего, в общем, не верил. Я 15 или 14 января написал пост, такое, воззвание никуда. Я написал, что если бы руководство Украины или там Зеленский могли бы это прочитать и поверить, что немедленно разрешить продажу оружия. Вот, во всяком случае, тем людям, которые могут быть верифицированы как ответственные граждане. Как это в Израиле или в Висконтине. В Швейцарии? В Швейцарии. Я написал 15 или 14, ну, в общем, за 5 недель до этого, что если бы мой голос как-то влиял, я бы, ну, хотя бы, не знаю, 2 миллиона раз дать стволов. Как, ну, понятно, что к таким операциям, как Тетенбаум, готовится заранее. Это операция, которая не получилась у Рейха. Они решили ее не проводить из-за отсутствия центра принятия решений в Швейцарии, после того, как они дали приказ, что защищается каждая деревня. И каждая деревня была полностью вооружена. И они, там, суть была приказа, что если они услышат, что центр Пала капитулировал, воспринимать, как дезинформацию, рубиться до конца. Понятно, что, как мы сейчас видим, ну, наверное, это можно было все-таки этот закон сделать более хитрым образом и вооружить ту часть, которая политически, которая порядочная, да, но легко выявить все-таки порядочных людей. С нынешней ТДИ это вообще несложно. Да, да. Вот. И все-таки это сделать. Ну, я думаю, что после войны будет оружие легализовано, я надеюсь. Потому что его на руках будет столько, что это просто нужно будет государству признать, что это так. Почему он пошел? Как вы думаете, Путин? Не увидел дальнейшей перспективы сохранения рейтинга и власти. А война все спишет. Причем это же священная война, и он собирает территории. Поэтому, если что-то будет не так плохо, несвободно, не будет там, отберут бизнесы, увеличат налоги. Это все во имя святой великой идеи. Условно. Условно. Больная голова у него, как вам кажется? Или он здраво все рассчитал? Идея маниакальная, а прикладно, он, конечно, не дурак. У дурака бы такое не получилось. Он не дурак. Он, безусловно, талантливый человек. Просто знаете, как однажды на военной кафедре мы экспериментировали с веществами. И вещества не успели пройти до начала экзамена. И мы сосредоточились, и все очень правильно рассчитали на военной кафедре. Я, в целом, по идее, офицер российской артиллерии. Вот так вот. Предлагаю, кроме меня, больше никому об этом не говорить. Мы никому не скажем. Вот еще несколько пацанов, но они точно не расскажут. Да, да, да. Вот. И мы все четко рассчитали и попали в цель. Вот. И всех убили в этой цели. И нас вызвали к доске подполковник Протопопов, который служил в Афгане. И заорал на нас, что мы дословно конченые пидорасы. Я обычно это слово не использую, хотя оно сейчас популярно. Но это же не ваше слово Протопопова. Слово подполковника Протопопова. Вот. Что из-за таких, как мы, два конченых уебка, мы потеряли в Афгане столько пацанов. Потому что в самом начале, будучи еще под веществами, мы в формулу забили. Наш командонаблюдательный пункт. Вот. И рассчитали поправку на высоту. Все эти расстояния рассчитали правильно. Курвиметром по карте проползли. Поправку на деривацию рассчитали. Все рассчитали. Так, что накрыло абсолютно конкретно. Никого не осталось там в живых. В виртуальной нашей карте. Вот. Просто мы изначально вводные дали неправильно. Это так и с Путиным. Рассчитал-то он дальше плюс-минус все изначально. А изначально вводные неверные. Изначально вводные – это то, как людям хорошо не будет, счастливо не будет, свободно не будет. Чувство величия, которое прекрасное дополнение, не знаю, там, к олимпийским победам, к запуску белых стрелок в космос, к непрогессам, к, не знаю, большим металлургическим заводам, может быть. Он привернул к разрушительной машине, от которой ничего людям хорошего не будет. Он держится только на нефти сейчас. Было у России два союзника в прошлом летом. Нефть и газ. Газовая история полностью провалилась. То есть то, как он хотел всех поиметь. Ну, абсолютно. Прокаиновая игла в Европу сломалась. Да. Вот. Псу перебили две ноги, и он перестал двигаться. Ну, я пытаюсь аккуратно показать, что это похоже на 451 градус по Фаренгейту. Да. Ну, это мы из антиутопии в антиутопию живем. В целом. Вы помните свои ощущения, когда вы узнали, что началась полномасштабная война? Да, я поменял номер на машине. Почему? Теперь он пи***ц. Вы ездите по Лондону с номером пи***ц? Да. В Лондоне понимают пи***ц кому? Вы знаете, один раз выбежала женщина радостная и говорит, ой, ой, у моей сестры тоже день рождения, 13 декабря. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Вот. Вот. Но ощущение ваше вот какое было? Ну, абсолютно. Оно не менялось. То есть, мы все просчитывали, что будет дальше. Мы тоже же... Нам не хотелось верить, но мы просчитывали дальше. Страна изгой. Единственное, что мы, несмотря на то, что мы это говорили, и за несколько недель до полномасштабной войны был в Вильнюсе форум, где мы... Свободная Россия, да? Да, где мы... Наша панель была устойчивость, но неэффективность российской экономики, где мы все говорили о том, что это очень устойчивая машина, которая выкачивает из Запада деньги. И может вот столько украсть, вот столько проебать, вот столько потратить на херню, вот настолько убить людей и вот столько-только поделить между гражданами, и этого все равно хватает. Вот. И несмотря на это, мы думали, что и санкции будут более эффективны, и она все-таки не настолько устойчива, настолько казалась. Ну, кто мог... Они рассчитали, что это вот все, что они исполнили, надолго поднимет цены на нефть и газ. Нефть в итоге подпрыгнула, но все равно держится сейчас на высоком уровне, который позволяет вести войну. Мы должны с вами это понимать. Да, конечно. Что нынешние 8 за баррель, какие бы скидки Россия не давала, как бы она ни оплачивала, ни миксовала, ничего бы ни там не делала с этой нефтью, хитрыми путями, с дисконтами, этого все равно более чем достаточно. Да, да. 400 танкеров – тайный флот, скрытый флот Российской Федерации. Если мир захочет их хлопнуть, она, безусловно, какое-то время еще подскочит, но если мир захочет их хлопнуть, вот тогда разговор по экономику уже можно считать очень актуальным. Пока они могут залатывать все дыры, допечатывая против этой валютной выручки столько рублей, сколько им нужно. Вы сегодня абсолютно уверены, что Россия потерпит поражение? Что такое поражение или победа? Хороший вопрос. Что такое поражение в понимании украинцев? Украина выходит на границы 91-го года, Россия демилитаризована, деноцифицирована. Россия кается, и Россия, наконец, выплачивает репарации. Ну и Путина нет в Кремле, потому что если Путин в Кремле, то рано или поздно он пойдет по новой. Такой сценарий на данный момент я не вижу очень вероятным. Вот так даже? На данный момент я его все равно не вижу. То есть... Я тут уже обращаюсь. Можно до вас? Да, замечательно. Я обращаюсь. Для своей будильи просят трешки прозапанет изъем. Да, чтобы пройти, да? Да, пройти и дали снимать. Доброе, доброе, да, случайно, да. Давайте чуть-чуть пройдем и... Да, конечно, конечно. Пармон. Спасибо. Спасибо. Давайте сейчас пока поставьте. Это государство, которое должно быть. И так на сегодня вы не видите такого варианта, да? Я не вижу. Я считаю, что вероятность пока очень невысокая, потому что никто не хочет связываться с Путиным, когда он будет манипулировать ядерной кнопкой и поднимать... А он будет манипулировать ядерной кнопкой? Ему еще недостаточно, американские и китайцы объясняются. Подращивать ее он точно будет еще. И все эти самолеты судных дней еще будут туда-сюда летать. Они будут разворачивать, показывать, как они разворачивают. Они будут запускать пустые болванки. Они это все еще будут делать. Они все еще... Это последний аргумент, который остался. Ну, конечно. И они его точно будут отрабатывать. Я надеюсь, что... А для вас что победа? Вот давайте я задам такой вопрос. У меня будет очень непопулярный вопрос. У меня ответ, меня могут потом не пустить. Я вам все равно скажу. Ну, мы же честно все говорим, конечно. Я вам все равно скажу. Если даже не получится вернуть территорию... Какую территорию? 24-го числа. Вы допускаете, что даже 24-я может не удастся вернуть? А вы знаете, какие настроения по поводу жителей Донецка вот здесь? А я вот не хочу с этими людьми жить в одной стране. А вот он мне может спину дальше. А там вообще нас никто не хочет. Ты ку**ними забор построил. Я такого слышал очень много. Огромное количество жителей Донецка. Подавляющее большинство уехало. Сразу же, когда началось все. Я это понимаю. Но какая-то часть уже 8 лет как хороший бизнес в Москве, Подмосковье, в Питере, и в Киеве, и в Европе. И в Европе. Да, конечно. Я не говорю подавляющее. Я говорю, что большая часть уехала в ту коррупционно-языковую среду, в которой комфортно. Будем предельно честны. Вы знаете, да. Я вам скажу, что когда... Вы задали вопрос, я отвечу. Я сейчас быстро в догонку. Когда украинская армия освободила часть Харьковской области, стремительный прорыв такой был, у нас есть город Волчанск на границе Украины и России. Вот вместе с российской армией из Волчанска встала большая часть населения и уехала в Россию. Поэтому я думаю, что эти люди не задержатся. Тем не менее, я буду считать победой, если власть Украины в какой-то момент одновременно с арестом... Если те герои, это небесная сотня, то это коррупционные сотни представят народу простое новое законодательство с низкими налогами, понятно исполнимое, понятно очень исполнимое, интуитивно исполнимое. И прикончит внутренний Советский Союз здесь в виде коррупционной составляющей. Чтобы если у тебя дом, тебе не нужно бегать за бумажками никуда, и никому ничего платить, и ни с кем тереть в лаки, шоти и прочих местах. И никому котлеты не нужно передавать на заправки. Котлеты по-киевски? Да. А то и целые чемоданы. Вот когда вот это произойдет, это будет разрыв пуповины с ордынско-коррупционной державой. А территориально? Территориально, будем предельно честны, все зависит от запада и от поставок очень злобных вундервафель, которые, потому что людьми воевать... Вундервафель. Да, я цитирую Латынину, Юрию. Вот, которыми... Ну, то есть Украина должна воевать мозгами и железом, потому что людьми через какое-то время воевать будет невозможно. И неправильно. Да, я согласен с этим. Я согласен абсолютно. А как вы считаете? Мозги есть, а железо здесь не сделано, в том числе из-за предыдущей коррупционной вот этой вот... Да, конечно. Вот когда она будет побеждена, тогда будет защита на будущее, тогда в будущем можно рассчитывать на любые территории до 91-го года вернуть назад, включая Крым. Вы мне задавали этот вопрос в 15-м году, что нужно сделать. Я отвечаю ровно так же, как вам отвечал уже 8 лет назад. 8 лет назад. Если из въезда из России, из Белгорода, либо из оккупированных территорий они будут попадать на трассу в 4 полосы, освещенную, без лимита скорости, без ментов под кустом, которые вчера выбегали и останавливали машины перед нами. Ну, больше нет другой заботы, конечно, что если они временный поставили знак 50, хотя там абсолютно пустая трасса, вот другой заботы сейчас в стране нет, как, конечно, людей. Они не берут взяток, они делают вот эту длинную штуку, заполняют все, два человека на камеру, все по-честному. Но, мне кажется, другие заботы должны быть просто сейчас, ну, честно. Безусловно, ездить нужно правильно и безопасно, но вот когда-нибудь попадать в страну, где у тебя есть права, где вот как сейчас к нам подошел сотрудник СБУ и в какой форме он попросил не снимать. И вот это полная демонстрация, как в нормальном государстве должно быть. Не прикладом в спину. Вот это вот совковое, вот это вот окресенье, вот его нужно убрать, и государство должно стать другом, помощником, администратором и ночным сторожем. Ночной сторож – это ключевое, вот, а не властью, которая сидит над тобой. Оно должно быть позади тебя, государство. Ты должен быть впереди, а государство должно позади. Государство должно включаться, когда случилось землетрясение, когда напали враги, когда у тебя случайный приступ на улице. Вот тогда должно включать государство, оно ни для чего больше не нужно. Ты можешь дом построить сам, торговлю вести сам, атомную станцию ты тоже можешь построить сам, и большой металлургический завод, и нефтедобывающую компанию сделать сам, и трубопровод сделать сам. Для этого государства не нужно. И лицензии их сраные, никому не нужны. Это просто ограничение, ограничение, ограничение и торможение. Вот, когда Украина это сделает, это будет абсолютная победа, потому что дальше будет и территория любая, если она не будет возвернута к этому территорию, к этому времени. Потому что это будет тот общественный договор, та система взаимоотношений и такой способ заработка, который будет чрезвычайно привлекателен для людей. Это то, чего пытался сделать Саакашвили, и то, чего Путин не мог простить, когда они решили показать, что коррупцию можно выжечь полностью в стране, которая была по коррупции на 2003 год, на 30 позиций ниже России. В России в 2003 изменялось, росло, вводились антикоррупционные вещи, индекс коррупции в 2003 в России падал, налоги снижались, все выбелялось. Я помню это время, краны, 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 все росло, все было можно, все еще действовало, там, ельцинское законодательство, но пришли нефтяные деньги, те, которые еще крали, еще очень аккуратно. Вот, и тогда Грузия выглядела, где жгли мебель на улицах, чтобы согреться, выглядела как никогда. И они в секунду показали, потому что эти годы, это абсолютная секунда в историческом масштабе, что все это можно. И в четыре раза вырастили ВВП за 10 лет. И вот это то, что по большому счету будет означать победу. И плюс Саакашвили отказался путинских людей держать, он их отовсюду повыгонял. Что, видимо, начал делать и Зеленский тоже. Просто они не могут сказать, вы знаете, у нас здесь вообще 30 лет. Были во всех везде замы, везде замы, были везде путинские. И мы их начали потихоньку выгонять, и вот из-за этого... И не только замы, и руководители. Ну да, я условно говоря... И первые лица. Да. Ну вот первый конфликт одного из... Ну его сложно назвать олигархом, очень состоятельных людей. Один из первых людей, который уехал из-за Путина, это потому что в большой компании, бывшей государственной приватизированной, Путин потребовал оставить всех замов. Вот, выгнали из-за этого в первые же несколько недель его правления произошел один из больших первых конфликтов. Не хочу называть фамилии, я не спрашивал разрешения. Но вот этот способ управления, он такой у Путина. Скажите, пожалуйста, насчет Вандерваффель. Немедленно должно быть поставлено. На что Запад может и должен пойти? Вот давайте так. На все абсолютно? Нет, должен и может. Может на все и должен на все. Здесь абсолютно, здесь вообще никакого быть не может. А что его сдерживает сегодня? Все, что заложенный написал, все должно быть поставлено. А что сдерживает сегодня? Я думаю, что они так торгуются. С кем? С Путиным, естественно. Они все еще видят его сторону. Столтенберг сказал в Рамштайне несколько недель назад, что мы хотим показать Путину, что он сделал огромную ошибку, роковую ошибку. То есть они через поставку или не поставку оружия общаются с Путиным, влияют на Путина. Они все еще видят его за столом переговоров. В этом проблема большая. Они еще ничего не поняли, вы думаете? До конца? Окончательно? Но они люди-то не смелые. Почему везде там написано be brave like Ukraine? Потому что они вообще не brave. Вообще. Но Байден смелым человеком оказался. Джонсон. Ну так, легко быть смелым, когда тебе нужно просто сказать, что ты приедешь, сказать, что ты приедешь, и там просто под страхом смертной казни никто близко к ногке никакой не допущен. Нет, я даже имею в виду по тем шагам, которые он сделал по отношению к Украине. Потому что он был первый, потому что тогда еще все колебались и думали, и как что будет, потому что для них тогда еще было непонятно будущее, будет независимая Украина или не будет. Вы с Джонсоном знакомы? Я его видел близко, но я не думаю, что он меня идентифицирует. Я поздоровался, как и с камерой. Но я не так, чтобы я могу напроситься на чай. Друзья, мои недруги, да просто завистники, много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат, чтобы сказать, смотрите, он тоже не идеальный, и у него есть что-то, чего ему стоит стесняться или стыдиться. Ну нет, ребята, перелопатили всю мою биографию, всю мою жизнь. Ничего не смогли найти, только лишь то, что в 2007 году я рекламировал, не продавал, замечу, а рекламировал. Медицинский прибор «Золотая пирамида». Медицинский прибор, который имел все лицензии Министерства здравоохранения и необходимые патенты. Ну что же, поскольку у меня самоирония, в отличие от многих других, все вот так, я решил в пику тем, кто рассказывает о «Золотой пирамиде», выпустить кондитерское изделие, которое называется «Яйца Гордона в шоколаде в Золотой пирамиде». Все думали, что я шучу. Нет, ребята, я никогда не шучу, шучу я всегда, но выполняю то, что пообещал. Вот они, яйца Гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Вкуснее яиц, ребята, никто из вас никогда не ел. Всем хорошим людям рекомендовано есть эти яйца Гордона в шоколаде от «Пуза». А всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца Гордона в шоколаде три раза в день по часовой стрелке. Может быть, вы станете немножко добрее. Хорошо, продолжим. Запад должен и может. Запад даст все необходимое быстро? Да, даст, быстро, нет. Ну, что такое быстро? Ну, вот немедленно. Не, ну, немедленно уже не получилось. Видимо, медленно. Будет давать медленно, постепенно, как будет варить долго лягушку Путина, как сказал Кох. Я думаю, что приблизительно так будет. И это все торговля? Это торговля. Циничная. Ну, мне это так видится, я могу ошибаться. Я же не Нострадамус. Я вот так вижу, мне с своей позиции видно так. Я, если бы я жил в Киеве, я, может быть, видел по-другому. А из Москвы вообще бы все казалось с точностью до наоборот. Вы общаетесь с кем-нибудь в Москве, в Питере? Да. Что люди говорят? А то, что на машине написано, на номере в основном. Потому что у меня в целом нормальные люди. Кто-то собирается, кто-то сделал все, чтобы вывезти детей. Кто-то сосредоточился, как в концлагере, на мелких, простых, бытовых радостях. Есть понимание в России, что происходит у нас и что происходит у них уже? И если да, то в каком примерно процентном соотношении? Вот сколько людей, которые все понимают? Которые понимают, что страна изгой, и это удар экономический, понимают 80%. Да. Это понимают. А считают ли это приемлемым, возможным, и все еще считают ли Путина каким-то легитимным? Да. Ну, наверное, 35% таких точно есть. Да. То есть у него группа поддержки просто молчат. Они просто молчат. Они по-разному не согласны. Ну, слушайте, у меня были люди, которые дали мне, задонатили, чтобы я привез сюда медицину. Вот вдумайтесь просто. Там градации серого, их очень много. Люди заплатили свои достаточно большие деньги, доверив мне, купить медицину. Мы, кстати, мы отсюда могли видеть наш грузовичок, он там стоит с медициной. Можем дойти до него, открыть, если хотите. Да? У нас все демократично. Конечно. Если его еще... Я сейчас попрошу. Это Украина, полная демократия. Хотим, идем туда, хотим, идем сюда. Хотя, безусловно, в военное время свобода слова, безусловно, страдает очень сильно. Ну, конечно. А вы же еще не уехали? А я бы хотел, я с камеры иду туда. Оставьте ключи на ресепшене, я открою машину, просто покажу. Хорошо? Да, спасибо. Люди задонатили, да? Люди задонатили, говорят, а вот я приду на ужин. У нас два ужина было, 24 и 10. Да, я помню, да. 24 мы собрали полностью, сколько хотели, прям в самый последний день. Сколько собрали? 240 тысяч прямых. Фунтов? Да, прямых билетов. 10 тысяч билет человек, который не пришел, который посчитал, что аморально есть крабов 24 числа. Но он хочет помочь, поэтому он купил билет и не пришел. Но это осознанная позиция. Да, да. Большим уважением. Пока мы рекламировали ужин с вашей, в том числе, поддержкой, спасибо вам огромное. Спасибо, не за что, да. Человек сказал, вам так остро нужны деньги, я вам могу закрыть счет 1000 на 100 медицинских фунтов. И мы еще продали на 120 тысяч, то есть 12 человек у нас есть на 10 число, и там есть еще 12 мест на данный момент. Вот, так что если кто-то есть в Лондоне, приходите. Вот, и мне женщина одна, она в итоге покрыла счет совершенно другой, ее тоже можно добавить, там, 1019. Она сказала, а там будут украинцы? Я говорю, ну, конечно, будут. Мне вообще все, что они говорят, и как они говорят, мне это вообще все не близко. Вот это Бандера, все, это все пи***ц. Я говорю, ну, окей. Она говорит, мы не должны были туда нападать. Мне очень жалко этих людей. Но я вот это все про героям славы, я вообще не хочу слушать. Вот, градаций серого, вот их очень много. Очень много. Мы, русские, должны думать о том, что нам делать с нашей бедной страной после Путина. Страна-то богатая. Да, страна богатая, а люди бедные. Вот, а вот про героев я вообще не хочу слушать. Я хочу, чтобы от наших снарядов не страдали люди, поэтому вот купите медицину, сколько нужно. Если нужно, я еще заплачу. Мне это все очень не нравится, что от моего имени это делается. Ну, вот как это? Ну, вот так, вот так, вот это так может быть. Ну, разные мнения. Это разные мнения. Я говорю, спасибо большое. Но деньги дала? Деньги дала. Конечно. Сколько вы собрали в результате? 460 тысяч фунтов. Ну, здорово. Из них треть, вот прямо сейчас можем увидеть. Здорово. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду. За все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так. За планшете. А что делать? Приспосабливаемся. Человек, такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине. Жень, скажите, как вам кажется, какие настроения в России? Я не беру сейчас Москву, Питер даже. Я беру условную Пензу, там, условный Тамбов. А этого я не знаю. Настроения, я думаю, что очень разные. Они полностью зависят от уровня образования и гуманитарной культуры. Полностью. Люди, чем ты моложе и образованней, тем ты хочешь западный, условно говоря, западного мира, западного вида отношений. Путешествовать по всему миру, общаться на разных языках про свободу, созидание и творчество. Чем ты менее образованный и более возрастой, раскрепый, мочить сортире, креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа, разъебленить соседнюю страну. Мы русские, с нами Бог, с нами Богородница. С нами Бог, Босх и же с ними. Удивительно, знаете что? Великая русская культура. Сомнений никаких нет. Толстой, Чайковский. Такого удара по языку и по русской культуре, который сделал Путин, большевики не сделали. Катастрофа. Большевики не сделали такого. Но знаете, в чем еще катастрофа? Вот эта великая русская культура не смогла воспитать русского человека. И мы видим... Она не может воспитывать. Воспитывать, это как уже здесь не показывают с легким паром на Новый год. А там есть прекрасное, где Барбара Бриско говорит, я учитель в школе. Мои ошибки, ошибки учителей не сразу видны, но тоже очень больно сказываются на обществе. Там есть очень крамольная вот эта фраза. Я вот поражаюсь тому, что эта культура не смогла воспитать русского человека. И мы увидели совершенно других русских, озлобленных, жутких. Она воспитала целый уехавший последний миллион и 12 миллионов уехавших нас. Мы эту систему не приняли. Она воспитала страну из, считайте, 12-13 миллионов. Мы Кубой в изгнании. Ну, есть кубинцы, которые в Флориде и прочее. Да, в Майами. Мы та Куба. Вот самая сексуальная... Вчера мой ссорист зашел. Самая сексуальная машина. 2022. Это большой белый лимузин. Хорошо в Киеве, правда? Очень хорошо. Меня бесило, когда здесь до 4 утра кто-то орал, пел, хохотал. Сейчас так этого не хватает. Пусть они орут здесь и бухают всю ночь. Пусть, я не знаю, там не трахаются на крыше. Я хочу жизнь назад. Я вот очень про гедонизм. Так эта машина из Великобритании ехала? Нет, из Великобритании ехала маленькая машина. Потом перегрузили в Германии на машину побольше, на вот эту. И... Не знаю. Вот, кстати, вещи... Это... Сейчас... Моя дочь Алиса, они были в гостях с девочкой, они наварили компот и стали продавать компот. Алиса – балерина. Да, стали продавать компот. И на вырученные деньги они сказали, я хочу, чтобы это были витаминки украинским детям. И поэтому ровно на 39 фунтов... То есть мы ее вообще не просили, но дети, они не слушают родителей, они смотрят. И они, видя то, что мы делаем, просто, вот, просто, по сути, скопировали действие. Диазипа. Вообще, на это нужна лицензия, поэтому мы это не будем показывать. Ну, в общем, вот. Если честно, я чувствую выполненного долга. Обезболивающие всякие. Ну, здорово. Ну, здорово. Не хочется разламывать? Не, не надо, пусть уже будет. Чтобы нам дали запрос, мы его отработали. Получится следующий ужин собрать, пригоним еще. Закрывайте только, да? Да, да, да. Они смотрят, я их специально сказал, они прямо смотрят на нее. Если это сколько бы лет это не продлилось, вот ровно столько, сколько мы можем, сколько у нас будет получаться, мы будем это делать, но будет микроколичество, будет микроколичество. Будет снабжаться хорошо, но переключимся на что-то другое. Ну, у меня есть чувство, что мы решили, что это прямо вот мы упираемся, и ровно пока есть запросы от госпиталя, и мы это будем делать. То есть оценить ситуацию внутри России, вот как россияне думают сегодня, вы не можете. Ну, как им включить телевизор, так они будут думать. Ужас. Ужас, но удобно очень. Удобно, да. Скажи завтра миру мир, и все, выступим. Вот мы же вас учили с детства, миру мир, все. Всем этим самым, всем, все, кто там, что здесь делали, они все молодцы, все герои. Всех назад, все закончилось, все классно, люди будут праздновать, будет огромный праздник. А в Лондоне народу много, русского народу? Много. Ну, вот сколько, вы не считали? Есть цифры? Уехавших из бывшего СССР во всей Великобритании 780 тысяч. О, немало. Из них из России? Добрая половина. И как у них настроение? Нет, не доброе. Да, не доброе, потому что злая. Я помню ваш мемчик про Барак. Барак Обама, ну, считайте, еще один родился. Нет, не добрая половина, потому что очень много людей из Прибалтики, из стран Балтии. Да, да, да. Потому что была... Пока был Евросоюз, было очень комфортно работать. Хорошо, вот русские, которые находятся в Великобритании, что они думают? Все по-разному. Люди, приходящие на концерт Валерии, думают так, как им, у них же круглосуточно вещает телевизор дома. А кто-то еще ходит на концерты Валерии? Ну, в 15-м году она, ну, я условно говоря, в 15-м году она собрала Альберт Холл, не шутка юмора. Кошмар. Те, кто ходят на концерты Валерии, они думают X. Те, кто ходят туда же в Альберт Холл на концерты Гребенщикова, думают единицы деленные на X. Те, кто маленькой группой собирается послушать лягушку Басё Акунина, там в целом каждому можно пожать руку, кто там находился. Те, кто там приходят, там, Быкова, послушатели, гражданина поэта, условно, да, их тоже было две с половиной тысячи. Олигархи, которые... Они больше не олигархи, власть у одного человека. Олигарх – это слияние финансового капитала с политическим. Политического капитала ни у кого из состоятельных людей, кроме Абрамовича, нет. У Абрамовича есть. И из той когорты. Есть новый вид олигархата, это путинские друзья, которые могут на него влиять, то есть у них есть влияние. Но они все вокруг Путина, их нет в Лондоне. Ну, давайте из тех, кто есть в Лондоне, из очень богатых людей, назовем их так. Кстати, начнем с Абрамовича. Вы знакомы с ним? Да, но очень давно не общались. Что он за человек? Очень умный он считает на несколько ходов вперед. По нему видно, что он прям умный. Он больше чем... У него шахматы, которые он играет, они в целом трехмерные. Он мудрый человек, мне кажется. Поэтому он смог. И он очень хороший переговорщик, он очень хорошо... В Лондоне смог, да? Хорошо, он может... В Москве-то не смог. Ну, вы знаете, он смог везде. И включая даже здесь, в Киеве. И он здесь бывал несколько раз. А что он смог в Киеве? Ну, что он смог в Киеве? Он что-то смог разве? Во всяком случае... Он приехал, чтобы... Он приехал тогда постараться всех усадить за стол переговоров. Это же невозможно. Тогда еще было возможно добыча. Когда его чуть не убили, да... А что, его чуть не убили? Да, его отравили. Вы верите в это всерьез? Да. Я... У меня есть свидетель. Знакомый. Я... У меня нет оснований этому не верить. Хотите, я вам свою теорию скажу? Безусловно, Абрамович очень умный человек. И, говорят, даже хороший парень. Но для меня он абсолютно путинский человек. И когда он приехал сюда умиротворять ситуацию, вести переговоры и так далее, это приехал человек Путина. А потом, не забываем, что он хотел избежать санкций. А когда у тебя могут отобрать все твои миллиарды, нажитые в поте лица, то ты будешь и переговоры пытаться проводить, мне так кажется. Ну, остальные... И даже коррумпировать кого-то, попытаешься, чтобы тебя отмазывали перед западными партнерами. Мне так кажется. Этого я не знаю. Я думаю, что большинство... А парень хороший, кто же говорит. Значимую часть денег он и так сохранит. Он и так подумал об этом вперед. Вперед. Тем, что ему абсолютно не нужна война, и он точно был партией мира. У меня нет ни малейших сомнений, никаких сомнений. Абсолютно. Не, ему, конечно, война не нужна. Вот. Как и очень многим в окружении Путина, кроме вот этих, совсем этих дедов, упырей старых, которые, окей, изоляционизмом, может быть, даже части из этих дедов не нужна была. Именно война, вот такая война, прям война. Быстро захватить, как Крым, да, это красиво. Хоп, и наше. Проглотил, как лягушка. Вот, и сидит, глазами вращает. Хорошо. То есть Абрамович что? Абрамович, я думаю, что еще сыграет роль, когда все пойдет более чем негладко в России. Я думаю. Во всяком случае, он может обратиться сюда, и его все еще слушают там. А деньги остались у него какие-то еще? Вот за него не переживайте. Да? А то я переживаю сильно. Я спать не могу просто. Я думаю, что это не то, за что нам с вами стоит переживать. Еще раз говорю, он один из немногих, кто все предугадал и сделал какие-то защитные действия наперед. Есть в Лондоне... Как пел Оксимирон, есть как это, сапиенс сексуал, это человек, который как бы млеет перед интеллектуалами. У меня есть такая слабость. В Лондоне остались... Когда вижу, человек умнее меня, мне... Ну да, 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 да. Да, согласен, согласен, абсолютно. Другой бы просто подошел и вдарил, а вот... Не-не-не, я люблю людей умнее себя. Я тоже люблю людей умнее себя. Это классно. Классная у вас слабость. Мне нравится. Жень, скажите, в Лондоне есть богатые россияне еще? Да. Которые... Хоть ртом, хоть жопой. Да? Хоть и ртом, и жопой одновременно, да? Да. Да, ну конечно, это тихая гавань какое-то время была. Потом ее поштормило, и сейчас она опять успокаивается. Но есть вот богатые россияне, которым удалось сохранить свои большие деньги, у которых не отобрали деньги. Да. Что они говорят? Я даже фамилии не спрашиваю, просто какое у них настроение? Что они думают? Настроение... Я процитирую. Вот, причем человек сказал год назад. Уже после начала? Да, да, после начала. Один с половиной месяца назад. Вот в Дубае накрыли всех самолеты, приземлили, приземлили. А потом там же приземляют их деньги, а потом там же, или в соседней стране, приземляют всех их. Вот так. Это настроение. Никто не за войну, никто никогда не поддерживает, никто не за Путина. Есть люди, которым очень не нравится, что... И они сфокусированы на том, что это удар по культуре, по языку. И они по-прежнему с великорусским шовинизмом не считают Украину равной страной. Но они в абсолютном ужасе, что от их имени происходит Буча, Мариуполь, взрывы домов. И вот этих людей их много. Которые говорят, мы не знали, где Украина, не хотим знать. И вообще вот нам это вообще все неинтересно. Он не должен был этого делать. Путин. Нравится что-то там, пойди купи, договорись, дай взятку купи. В России есть сегодня люди, которые могут прийти к Путину и сказать, Вова, рули назад. Дела Пути. Нет. Ни одного. Он всех людей, которые могли бы, так сказать, от себя дистанцировал. Вокруг него только те, которые приносят царю приятные новости. Это вот чистая осень патриарха. И на распечатанном листе большими крупными шапки новостей приносят. То есть зачастую новости создаются. Там вот давно не взяли, взяли какой-то пункт из трех сел, из трех домов, село или там хутор, которые просто уже, ну, этих домов уже нет. А все равно это в топ-новостях Яндекса, потому что Путину это распечатают, ему это понравится. Это вот как газета, центральная газета португальская, которая печаталась в одном экземпляре для Салазара, в котором все думали, что вот-вот помрет, а он раз и пошел на поправку. И в эйфории терминальной стадии получал удовольствие от хороших новостей. А что этот пациент? Он надолго еще? Вот как вам кажется? Я бы хотел предостеречь от, ну, вот как моя подруга Ника шутит, всех наебал и себя не забыл. Я хочу предостеречь от этого. Смотрите, ну, человек не курит, не пьет, плавает в бассейне, занимается спортом. Играет в хоккей. Ну, в хоккей мы видели, как он играет, хоккей ему... Да вы что, все бывшие хоккеисты, ветераны, просто в рассыпную так он играет классно. Он их обводит на раз. Забивает шайбы такие вообще. Он красавец. Ну, так или иначе, вот смогли вы в 70 лет проплыть 20 бассейнов, поиграть в хоккей, а потом 4 часа фенеботать на сцене. Это не... Не в целом говорит о том, что запас здоровья достаточно неплохой. Я вообще не верю в его онкологию, в его двойников. Я не верю в его онкологию. Да. Двойники, наверное, где-то появлялись. Вы думаете? Ну, да. Но нет сомнений, что в Лужниках и в федеральном собрании был один и тот же человек. И это, скорее всего, Путин. То есть с ним все в порядке. Умирать, видимо, не собирается. Да, он помешанный на здоровье и помешанный на безопасности. Абсолютно параноидально помешанный. Вот то, что врач-онколог ездил 35 раз к нему за какое-то короткое время, и то, что собирают биоматериалы, и то, что есть один из институтов биологии старения, который спонсируется странным офшором, вот это все говорит о том, что он прям всерьез озаботился этим. Я думаю, что у него идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой может стать преемником цесаревича. Преемником Кабаевой? Нет, преемником его. Сыну сколько лет? Десять или что-то такое. Хорошо, давайте размышляем. Смотрите, его родители умерли на девять. Да-да, девяносто два, по-моему, или сколько? Восемьдесят девять или... Нет, нет. Семьдесят девять и девяносто один, по-моему. Семьдесят девять и восемьдесят один. Вот. То есть, причем это, ну, они блокадники, они простые люди. Они простые люди, питались простой, простой там, жареной свининой с картошкой. Но блокадники долго жили многие, вы знаете почему? Потому что они не злоупотребляли неправильной едой. И люди концлагеря, прошедшие тоже, они запас прочности имели мощный. У меня блокадники бабушка и дедушка, они еду экономили и ничего не выбрасывали из холодильника. Крошки собирали, наверное. И к холодильнику подойти было зачастую, если неделю не было автолавки, к холодильнику просто было невозможно подойти, это факт. Но питались они сытные, сытные и неправильно. Вот. И прожили достаточно долгую хорошую жизнь, но оба были блокадниками. Но оба имели доступ к увеличенному пайку в самый сложный год. Один был артиллеристом на Заячьем острове, а бабушка работала в столовой. Вы знаете, вот вы заговорили о блокаде, я интересный вопрос вам задам. Для меня, я очень много изучал историю Советского Союза, причем не просто мемуарную литературу. Я и в архивах копался и довольно так основательно и системно. Вы знаете, для меня однозначно, я понимаю, в чем беда Советского Союза и сегодняшней России. Человек – говно, человек – ничто. Народ. Материал. Да, материал. Народ. О, народ, да. Страна. Да. Да, человек. Все во имя идеи. Да, да. То есть, почему все прижилось, Советский Союз лег на всю предыдущую основу, да? Почему вдруг, используя, по сути, примитивные средства массовой информации, Наполеона встретила Москва пожаром, а потом сначала массовым бегством и пожаром. Потому что та война была первая, условно говоря, осознанно народная. И идея для… как у Чингисхана была идея… Да, можно? Да, да. Вы идите с нами и делайте, что вам нужно. Автограф. Автограф? Ну, давайте. Пойдем, пойдем, пойдем. Я очень часто вас… Пойдем по дороге. Про блокаду я хочу сказать. Казалось бы, да? Как вас зовут? Удачи. Мирного неба. Спасибо, взаимно. Казалось бы, спасайте людей, да? То есть, погибло во время блокады 900 тысяч человек, правильно? От голода половина от этого и половина от… Ну, 900 тысяч. Ну, страшное количество. Там уже нет точных подсчетов. Причем мы же понимаем, что погибли лучшие, потому что население Ленинграда того времени… Что такое лучшие? Ну, генофонд. Те, которые… Генофонд, понятно, что очень много погибло из них. Те, кто работали на оборонку, физики и прочее, их всех же вывезли. Ну, да, их да. В Новосибирск. Я имею в виду остатки неистребленного генофонда, давайте так скажем. Они погибли в блокаду. Многие. В моем понимании… Вот я выступил как-то и сказал, что я же общался со многими блокадниками, начиная от Ильи Глазунова, который рыдал, когда рассказывал, у него вся семья погибла в блокаду, он один остался. Илья Глазунов, потом, боже, Данил Гранин, много ленинградцев рассказывают. А вы были на его даче в Жуковке? Я был на его даче в Комарово. А? У Данила Гранина. А, я про Глазунова. Про Глазунова я был у него… Сосед мой по Жуковке. Да, я был у него, у Глазунова в его музее, мы там с ним долго общались. И вот блокадники рассказывали мне эти ужасы, которые… Гранин говорит, он же сделал книгу блокадную с Олесем Адамовичем. Он говорит, что мы львиную долю воспоминаний ленинградцев не издали в этой книге, потому что это страшно, это нельзя об этом говорить, как ели детей, крыс и так далее. Своих детей. Последний свидетель Алексеевич. Да, 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 да. Это… И вот я однажды с экрана задал вопрос, не проще ли было сдать Ленинград немцам? Да и хер с ним, что город Ленина. Киев-то сдали, Харьков сдали, но и Ленинград надо было сдать. И Киев им не могли защитить. Хорошо, но Ленинград могли защитить, не сдали, 900 тысяч убили, то есть, ну, бросили на голодную смерть. Но никто не считает людей в государстве такого типа, никто не считает никогда людей. А чтобы освободить, ну, перезахватить Латвию. Латвия – небольшая страна, и армия уже была… был большой уже перевес. Армия, по-моему, Конева шла через страны Балтии. А немцев выбили из Латвии относительно быстро. По-моему, 120 тысяч и 200 раненых. Уже просто очень быстро пройти маршем. И вот так, там никто не считал, а сколько положили, чтобы взять Берлин? Да, полмиллиона. Американских были 600. Их тоже никто не считал. Никто не… Они не считают людей. Они не считают людей вообще за людей. В этом весь кошмар это было. У нас на мгновение бывали приступы к гуманизму у государства. Случались приступы, да. Ну, там, при Кроткой Елизавете, там, почти не было казней. Или не было. И были периоды, когда тайная канцелярия была полтора человека. Вот. А были периоды, когда вдруг смертную казнь отменяли и заменяли всего 15 годами. Ага. А были периоды, когда их несколько, в несколько этапов отменялось крепостное право, вводились суды и запрещали телесные наказания. У нас на мгновение вспыхнул свет. Ага. И снова темно. Ну, вот я когда… Как пел Георг Летов. Да. Я когда выступил по блокаде, сказал свою точку зрения, Путин меня идиотом назвал. Ну, потому что иначе не будет никакого величия, ничего. Да, конечно. А вот вы, как ленинградец, я сейчас к чему же веду? Меня бы бабушка с дедушкой бы съели с говном, за то, что я скажу. Но я сейчас не в этой футболке, но она у меня с собой. А это футболка с Даниилом Хармсом. Ага. Он на ней очень похож на Бандеру. И это для меня тест всегда, кто передо мной питерский интеллигент или украинский националист. Вот, шутка такая мрачная. Ага. Наличие Даниила Хармса говорит о том, в общем, мою позицию. Он был заморен голодом, психушки, именно за то, что говорил, что город нужно сдать немцам. Нужно было сдать. Продолжая разговор о сегодняшнем дне, видите, мы отвлеклись на прошлое. 25 лет я бы так не сказал. А гуманизм для рожденного в СССР – это сложный, постепенный и тяжелый процесс. Да, город Ленина. Как же можно сдать? Пусть лучше 900 тысяч погибнут, чем сдать город Ленина. Или город Сталина. Да? Это же невозможно. Город Сталина-то сдали? Ну, да. Не было сил защитить, сдали? Да, да, да. Ну вот, продолжая разговор о сегодняшнем дне. Год войны. Мы видим, кто к чему пришел. Россия, страна, изгой. Мне кажется, все в пути еще. В пути? Мне кажется, мы все в пути. Еще никто не пришел. Еще та картинка, которую ты видишь по пути, она очень не похожа, мне кажется, на финальную точку этого пути. Потому что кому-то тяжело, и он в отчаянии, кому-то кажется, что это нижняя точка, и что хуже не будет. Кому-то кажется, что нет, вообще все хорошо, пропетляли, отлично. А вам как кажется? Я до сих пор не понимаю, с какой скоростью, и мы об этом говорили час назад, Запад будет поставлять летальное оружие. То, что они будут поставлять, ну, такое серьезное, дальнобойное снаряды, которые далеко летают, и очень избирательно. И избирательность нужна, безусловно, потому что жалко мирных жителей, даже если они чертовы сепары. А чтобы поражать цели, и чтобы этих снарядов нужно было меньше. И самолеты будут? У вас будут самолеты? Мне кажется, просто это, я не знаю, сколько должен часов налетать летчик. Сколько еще ребят погибнет, пока будут самолеты, наших ребят? Много. Вот же все. Много. Ну, дети же не остановятся. То, что вообще о самолетах идет речь, как я летом, летом я бы, наверное, по-другому вам ответил. Да. Летом бы я сказал, что, наверное, хаймерсы дадутся. Да, да. А самолеты, наверное, все-таки побоятся. А сейчас… Вы знаете, война же, она идет на нескольких фронтах. Есть горячий фронт под Бахмутом, есть дипломатический фронт. Информационный фронт. И здесь, если под Бахмутом тебе нужны, опять-таки, кроме знаний и всего, тебе нужны очень хорошее западное вооружение, которое у Украины не хватает, то, чтобы выиграть информационную войну, тебе нужно образование, хороший английский и быстрое реактивную голову. Да. И здесь надо сказать, как бы то ни было, как бы дальше не будет. Если даже не будет войны с коррупцией, я считаю, что нынешнему руководству Украины должен просто памятник из золота быть отлит потом. Только за то, как они это сделали. Потому что свою часть, именно как политики, как переговорщики, как дипломаты на дипломатическом фронте, они сделали… Я не знаю, можно было бы лучше или нет. Может, и нет. Да, сделали блестящую эту работу. Может быть, лучше и не получилось бы ни у кого. И в самом начале скепсис, который был со стороны Порошенко и его команды по поводу того, как Зеленского будут воспринимать, а нормально восприняли. А восприняли так, как никого никогда не воспринимали из украинского руководства. Да, конечно. Украинская дипломатия никогда в истории не была так высоко, как сейчас. Де-факто. Вот фулл стоп. Надеюсь, что эти… Это тоже условные, да, виртуальные, вербальные патроны. Надеюсь, что их не расстреляют в холостую за колоссальный бесценок. Давайте себе представим. Вот появятся у Украины самолеты, дальнобойная артиллерия высокоточная. И много снарядов. И много снарядов. Начнет Украина наносить удары. Сразу пойдут разговоры. Вот она появляется, и на следующий день президент Мозамбика условного приезжает сюда и говорит, Путин готов, давайте встречаться. Вы считаете? Ну, о чем же с ним говорить, с Путиным? С ним же общих тем нет. Нет, они же попросят. Ну, отдайте тогда вот это, вот это, вот это, и все. И мы обещаем перед всем миром. Но никто же не пойдет на это. А я не знаю. Не пойдет. А я не знаю. А я вам скажу, почему. Подавляющее большинство украинского общества признает только одно – выход на границу 1991 года. А президент очень чутко всегда прислушивается к мнению общества, к рейтингам и ко всему. Для президента Зеленского пойти на переговоры сегодня с Путиным и что-то отдать – это конец всему вообще. Он не для того себя так героически вел во время войны, чтобы взять и все переговнякать, условно говоря, переговорами с этим упырем. Тем более уступками ему. Поэтому какой бы лидер Мозамбика сюда не приехал, я думаю, что переговоры будет вести дальнобойная артиллерия. И если переговоры будет вести дальнобойная артиллерия, артиллерия – это единственный язык, который вообще понимает Путин. Да. Он никакого другого, кроме с размаху и по сапатке, никакого другого языка не понимает. По ебалу. Я бы сказал более точно. Хорошо, вот я к чему иду. Начнутся удары по Крыму, по базам в Крыму, по базам в Донецкой, в Луганской областях. Я думаю, что все именно так и будет. Действия Путина. Что дальше он делает? Пугать всех ядерной бомбой. Ну что он? Пугать будет хорошо. Будет перемещать их. Ну пугать будет дальше. Ну попугает. Закроет страну, переведет все на военные рельсы. Так, переведет. Нет ничего больше твоего, есть колхозная. Так. Русским понравится это? Все равно. Заградотряд. Главное кормить и обещать пенсию в 40 лет. Логично. Хорошо. Ну, но Крым же придется оставить. Почему? Ну потому что загасят все наши. Крымский мост взорвут. Подвоза не будет, отходить некуда будет. Загасят все базы военные. Хорошо. В войне не участвовало еще 400 тысяч военных. 400 тысяч военных в России готовых не участвовали в войне. Вот их одновременно вдоль границы выставят и просто с заградотрядами погонят сюда. В ЗСУ нет просто такой возможности уничтожать столько людей. Ну, мы говорим про фантасмагорию. Мы пришли к тому, что если Украина будет так бить по базам, по Крыму, то погонят сюда. Они будут вынуждены отвечать, да? Ага. Понятно. Не отвечать, а нападать. То есть они будут нападать живой силой. А чем еще? Ну и живая сила будет идти. Ну, будет, конечно. Ну, не будет идти. Не можешь научим, не хочешь заставим. Хорошо. Вопрос. А если, предположим, по Крыму начнутся ощутимые удары, взорвут ки***м этот крымский мост, что скажет российское общество Путину? Он не будет выглядеть лузером в их глазах? Смотрите, Путину за крымский мост общество не предъявило. Путину предъявили три раза за прошлый год. За отход от Киева, за Изюм и за Херсон. А что предъявили? Ничего и не предъявили. Ну, нет. Там вой был на болотах. Какие-то нацболы сразу встали против Путина. Стрелков о бездарности генералов говорила. Сразу какие-то солдатские матери всплывают, которые всплывают ровно в обратно пропорциональных местах. Они должны были всплывать, когда всех гнали на убой. Они всплыли, когда они отступили с потерями. То есть, если бы они наступили с потерями и захватили, то они бы, наверное, не всплыли бы. Я не понимаю, как это работает, но именно потеря земли... Я все-таки думаю, что Z и V — это земля и ижится. Ижится как наказание непокорным, и Z — земля как цель. Вот. Ну, поправьте, может быть, я не прав. Вы знаете, я еще хотел бы с вами поговорить о сегодняшнем положении русских в мире. Спасибо Путину за это положение говно. Мне посчастливилось дружить с Евгением Александровичем Евтушенко, который был очень смелым человеком и который всегда шел против течения. И вот я уже не говорю про то, как он здесь, в Киеве, в 61-м году написал знаменитые стихи Баби Яр и прочитал их, после чего был невезной сюда 25 лет и имел огромные проблемы. Но вот в 68-м году, когда советская армия, танки наши вошли в Чехословакию, Евтушенко послал телеграмму Брежневу с протестом и написал знаменитые стихи «Танки идут по Праге». И вы знаете, Владислав Третьяк, который сейчас очень… Об этом я знал, но он мне как-то что-то писал по бизнесу. Да, который хоккеист, да? Да, ну великий хоккейный вратарь сборной Советского Союза и Московского СССР. Он в котором бомбардье был. Да, он сегодня очень поддерживает Путина. Я думаю, что отрезал себе все пути на Запад. Тем не менее, Третьяк мне рассказал потрясающую историю. Вы же знаете, что советская и чехословацкая сборные были злейшими врагами. Я знаю. Вы нам танки, мы вам шайбу. Да, да. Я знаю. Ну у них была прекрасная сборная, там Поспешил, братья Счастный, Мартинец, Глинка, там, Боже, Холик, Холичек и так далее. Но в 68-м году, рассказал мне Третьяк, на каком-то чемпионате Европы или мира советские хоккеисты зашли в один лифт с чехами. И лидер чешской сборной по фамилии Недоманский плюнул Третьяку в лицо. Третьяк вытер слюну и спросил, за что? Говорит, за ваши танки в Чехословакии. Скажите, чувствуют сегодня ли русские, лично не виноватые даже в том, что Путин двинул сюда войска, вину за это? И понимают ли русские, что русский народ, как немецкий народ после Гитлера будет нести коллективную, моральную, историческую ответственность за преступления фашистского режима Путина? Смотрите, мышление, у меня еще была одна футболка с надписью «Нас нет». так как я не вхожу в очень удобную, предложенную, кстати, Путиным, что вот есть мы, русские, а есть весь остальной мир в кольце врагов, вот это вот все. То как бы тех людей, которые изначально русские, категорически против войны и делают все, чтобы там Украина победила и категорически против отмены русской культуры и русского языка, вот нас не существует. Вот. И очень многие, и это очень легко, и это зачастую даже в Европе больше, чем в Великобритании, мышление спортивных фанатов, мышление футбольных фанатов. Все, кто в синих футболках, за синего лидера, все, кто в красных футболках, за синего лидера. Был офсайд, не было офсайд, п***. Да, да. Вот. Наши всегда правы, те всегда неправы. Да. Что бы ни было. Да. Вот. И, безусловно, это проще всего. Понятно, что мы говорили, понятно, что те самые хоккеисты, для них это было, ну, и плюс деморализация перед игрой, и плюс, ну, действительно, мы не вправе требовать от них глубинного понимания, кто из них лично поддерживает ввод танков, кто его. Ты из этой страны, значит, вы все действуете сообща. Да, да. Вот. Это убого. И, безусловно, мы все хорошие русские будут, безусловно, могут быть, безусловно, как-то ограничены и притесняемы подобными вещами. Как выгоны из банков, как плевки, это все может быть абсолютно. Но выгоны из банков уже были. Вот, соответственно, ответственность – это то, что… Я либертарианец, поэтому ответственность – это то, что чувствует каждый личный человек. Вот. Ну, безусловно, она будет всем навязана. Вот. Я свою ответственность вижу в рамках того, что я сделал и сказал в этой жизни. Мне за что-то очень стыдно и за что-то я до сих пор извиняюсь. А что-то, наверное, я впрок сделал хорошего. Безусловно. Так как я уже мальчик взрослый, я очень стараюсь, чтобы не испортить себе некролог, как сделал больше половины людей, взрослых мальчиков с шестой части суши. Вот. Поэтому… И сашими. Шестой части сашими. Да. Из тунца. Да. Видите, у нас есть и приятные минуты, правда, в интервью. Это как в семейной терапии есть прекрасное понятие обесценивание. Ну, все-таки, вот, как вам кажется, будет русский народ нести эту моральную, коллективную историческую ответственность? Если он будет там жить, внутри, в себе, то нет, безусловно, нет. Потому что он никуда-никуда не выйдет. Возьми отберут еще загранпаспорта, для кого-то это будет дорого. Вот, они там будут жить, вариться в своем собственном соку. Для полутора миллиардов индусов, для полутора миллиардов китайцев, для нескольких сот миллионов арабов русские не являются вообще ни врагом, ни преступником. Это торговые партнеры, точка. Вот. И Россия полностью, судя по всему, развернется в сторону Китая. Основной торговый партнер будет Китай. И все будет, мы будем, ну, просто часть… Придаток. Да. Воспаленный сырьевой придаток. Воспаленный сырьевой. Скажите… Это, к сожалению, не моя шутка. Я сейчас важный вопрос вам задам. Сегодня в России живет достаточное количество умных, просветленных… Недостаточное. В этом всякое… Ребята, ты мне сказал, катастрофически недостаточное. И за прошлый год, спасибо Путину за это, их стало на миллион с чем-то меньше, потому что они уехали. Слава богу. Вот я хочу спросить. Живет недостаточное, но все-таки некоторое, скажу так, количество молодых, умных, просветленных… Он добьет всех. Людей с перспективой. Скажите, вот они сейчас нас смотрят. Вы им советуете… Через VPN. Уехать или остаться? Уехать немедленно. Немедленно. Уехать. Уехать. Валить просто вот… Уебывать. Уебывать. Просто вот собрать все и валить. Перспектив нет в России. Все, там конец, да? В средней, долгосрочной нет. В короткосрочной можно еще открыть барбершоп. Почему бы и нет. Или клинику для снятия детоксикации с чиновников. Такую удобную, комфортную, чтобы все в каждой кабинке за большие деньги. И чиновник нажрался, его почистили, он частью новоронами поделился. Я уверен, что это прекрасный бизнес. А нажраться, согласитесь, есть отчего? Есть отчего, конечно, страшно. Потому что страшный суд, он неминуемо грядет. И они все еще набожные, потому что не очень образованные. И, безусловно, этого боятся. Компенсируется алкашкой. Это нормально. Почему? Можно похоронный бизнес открыть прекрасный. С почестями, с флагами, со всеми новоросскими приблудами, СВОшными. Золотую зетку поставить на могильной плите, если есть деньги. Мне кажется, огромную. Вот, какую-нибудь. Или когда ты подходишь, чтобы звучала песня «333» громко. Куча вариантов можно. Для бизнеса, для малого и даже среднего еще достаточно много перспектив. Почему бы и нет? Ну, уебать надо. Нормальным людям, да. Потому что психику свою нужно сохранять, здоровье свою, свободу нужно сохранять, совесть свою нужно сберегать. Потому что на компромиссы, те, на которые придется идти, сейчас еще можно молчать. В какой-то момент, опять-таки, если поставят тяжелое вооружение, то всех же будут так или иначе загонять на войну и не получится отмолчаться. Ну, конечно. Все еще можно отмолчаться. Все еще можно получить от Минкульта, от Минкульта деньги и снять прекрасный фильм, трогательный, честный, душесчипательный, душеспасительный про отношения, про любовь. И там ноль будет про политику. И это все еще можно сделать. И собрать кассу из этого. Это все еще можно... А страна авторитарная, с признаками тоталитаризма. То есть, если ты очень известный, очень яркий, как Пугачев или Познер, а тебя все ждут, что ты скажешь, или каким ты глазом подмигнешь, или какая нога у тебя дернется, чтобы поэтому понять, какой у тебя настрой. А Познер все не подмигивает и не подмигивает. Да. На дне Нагиев там почесал бороду или там... Вот, наверное, он против войны. Условно. Да-да. Я думаю, что он действительно против войны. Да-да-да, похоже. Вот. Но, опять-таки, Милазе шепотом сказал героям слава, что в целом он прокричал на несколько миллионов или десятков миллионов человек, это героям слава. Что потом, правда, пришлось извиняться? Пришлось извиняться, потому что хочется зарабатывать дальше, хочется... Ну, запрет на профессию, это в целом серьезный удар для мальчика в возрасте. Конечно. Вот. Я Валерия Милазе, которого несколько раз видел голым в раздевалке, потому что мы были в одном спортклубе, в целом отношусь к нему хорошо. Он вам понравился голым? Ну, а почему бы... Ты к нему относишься хорошо? Нет, я отношусь хорошо из-за его позиции. Ну, и то, как человек занимается спортом, в целом это характеризует личность во многом. Вот. Нет, он мне в целом симпатичен, несмотря на то, что это не мой стиль музыки. Вот. Он, мне кажется, очень симпатичный человек. Вот. И понятно, как он ко всему это... То есть абсолютно предельно понятно. Валера очень симпатичный и приятный человек. Голос у него хороший, поет хорошо, остроумный. Все при нем. Только когда Россия напала на его родную Грузию в 2008 году, он, как Вахтан Константинович Кикабидзе, который отказался ездить в Россию вообще на концерты просто так, вот сказал, не поеду, ноги моей там не будет и не поехал. А Валера, как ни в чем не бывало, грузин, рожденный в Батуми. Ездил в Россию, пел для россиян. Потом, когда Россия фашистская напала на его родину, Украину, вторую родину Валерину, он жил и в Николаеве, и в Киеве. Он тоже брови не повел, продолжил себе работать. Поэтому при всем моем прошлом хорошем отношении к Валерии Меладзе, можно сказать, парень в общем неплохой, только сыцей и глухой. Это то, что Путин хочет, чтобы жизнь стала черно-белой. Я не знаю про Путина, я знаю про себя. Для меня реалии жизни в России и запрет на профессию не пустые слова, поэтому Аки Кобидзе, который зарабатывал в России, у которого не было денег. Ему большой респект. Смелость – это постепенный процесс. Я не вправе требовать от всех смелости, потому что я не смелый. Пока человек не зиганул и не поддержал, для меня линия отреза для вас здесь начинается, а для меня она вот здесь начинается. Просто, знаете, я искренне говорю, до 24 февраля мы еще пытались какие-то, может быть, ну вот хороший парень, может недопонимает, мы пытались как-то найти оправдание. А после 24-го никому не хочется искать оправданий. Черно-белое все. Или ты с Украиной, за Украину, против Путина, против России. Или ты с ними, и тогда мы тебя не любим. Вот вся ситуация. Обостренная такая. Но это правда, это так. Вы же смогли поднять свой голос в защиту Украины? Вы же не постеснялись, не поленились, не побоялись? Вы же это сделали. Я не побоялся, потому что я в Англии уже давно. В Англии многие. Устал бояться. В Англии многие. А слышим мы вас. Опять-таки я... Это долгий был и тяжелый путь политического моего взросления. Но вы же его прошли. Тяжелый. Со всеми необходимыми болезнями, сработавшими и не сработавшими прививками. Никто, такие как Буковский, который в 12 лет осознал свою... Ну, ты великий человек вообще абсолютно. Как он сказал, полную неприязнь, невосприимчивость совка. И с тех пор абсолютно последовательный. Таких единицы. У всех это плюс-минус. Рано или поздно. Лучше рано. Это набор компромиссов, это все равно сделки с совестью, это все равно перебарывание собственной слабости, трусости и так далее. У меня нет права требовать от кого-то как-то высказываться. Вот если человек зиганул, все, пи***ц. Вот для меня линия отреза начинается там. Я тоже, опять-таки, эмоционально очень в самом начале, особенно после Буча, у меня приходили мысли, как ваши. Безусловно, но я еще очень многим, наверное, морально, в глубине души даю право и время принять то самое смелое решение. И пожать им руку потом, когда они его примут. Наверное, так. А вам приходилось разговаривать с кем-то из известных людей, которые зиганули? Они не зиганули, но у меня есть человек, который вдруг фактически начал не то, чтобы топить за Путина, а оправдывать действие логикой, так как он вернулся и работает там. Вот. И это споры присловить, что человек умный и к нам относится очень хорошо, но один раз за столом все чуть физически не подрались, два раза чуть физически не подрались. Вот. Потому что как-то совсем жалко его терять. Нет, я в целом, когда мне начинает кто-то что-то загонять, вот, у меня вообще нет никаких проблем сказать человеку «пошел нахуй». Вот, никаких. И заблокировать и отключить. У меня вообще, ну, абсолютно бабы с возок, а были легче. Вот. Честно. Как вам кажется, когда мы будем ходить вот так по Киеву, дышать полной грудью? Сейчас. Вот прям мы сейчас, мы идем по Киеву. А мешает, знаете, что дышать? На душе груз, камень тяжелый. Потому что сейчас в это время гибнут ребята наши, потому что идет война, потому что неопределенность полная. Вот это мешает вот вздохнуть, распрямиться. Понимаете, все время под грузом камень этот лежит на душе. Но, тем не менее, нужно вздохнуть и распрямиться, потому что вы больше сделаете для всех людей, если в мозг будет поступать достаточное количество кислорода. А это нужно сделать вот в такой позиции. Мои первые три месяца этой войны были абсолютно ужасные. С таблетками, алкоголем и всем подряд. Да, вот так даже? Ну, да, для меня это стало моей второй родиной. Это вот как ты уехал от условной, да, матери родины, сошедшей с ума. И тебя приютило, уже боюсь сказать, не сестра, а родственница. Вот, как родного. Меня принимали, ну, принимали, ну, просто, ну, как родного. Ну, сейчас принимают хорошо. Но принимали, ну, там, шесть тысяч во дворце Украина. Людям прям видел, как людям нравится то, что я говорю. Я тоже старался их воодушевить. На бизнес, какие-то шаги, поступки. Ну, в основном, на подумать. Да. Вот. В отличие от инфо-цыган основных. Вот. И несмотря на то, что я уехал, я уехал от путинской власти. Я был, есть и останусь всегда, как Путин сказал, московит. А, да, да. Москаликом, да, в таком базовом смысле. Я ментально москвич, разговариваю как москвич. Езжу за рулем, к сожалению, как москвич. Но зато очень быстро машину привезли до комендантского часа. И это можно мальчика вывезти из Москвы. Из Москвы, Москву из мальчика вывезти, наверное, уже даже не стоит пробовать. Особенно, если мальчик взрослый. Вот. Особенно, если мальчик уже фактически с седыми бородой, скажем так. Вот. И то, что Путин сделал, в том числе от моего имени, это абсолютная катастрофа. Я считаю, что я владею как-то окей русским языком. Этот удар по русскому языку катастрофический, который никогда в природе не было. Атомная бомба уже на русский язык упала. Атомная бомба уже упала на русскую культуру и литературу. Да. Уже упала. Путинская. Вот. Для меня это все страна, которая... Тот самый триколор, который сейчас абсолютно как свастика. Да? Да, да. Это то, с чего меня директриса сдирала в 90-м году. Потому что я поддерживал Ельцина. Я очень хотел демократических изменений. И был на двух очень больших митингах. А я видел эту огромную толпу, которая вообще не хотела жить никак в Советском Союзе. Вот. Которая была просто жестко против Совка. И эта толпа совершенно феноменального размера была. После разгона Горбачевым, нелепого разгона с трупами в Гильнюсе. Да. Взятием, по-моему, телецепту. Телебашни. И другая большая, не так освещенная камерами была, хотя там было откуда снять, было на Зубовской площади. Огромное шествие в 300 тысяч. Я там был в феврале уже 91-го. Вот. Все уже шло в одну сторону, в бетонную стену. И мы этот флаг… Не то, чтобы там было много жертв, по российским меркам их не было. Вот. Но мы его как-то… Мы плюнули в лицо системе. Мы… Я чувствовал себя сопричастным. Это… Мы выстрадали этот флаг вместо советского. А теперь… И он торговый. Он именно тот, который мне вот изначально был для… Мне вот все нравилось в том времени. Оно было про меня, это время. Вот. И сейчас нужно идти до компромиссы. Брать новый символ без какого-то исторического контекста, да? Создавать все с нуля. Ну, да. Что делать? Ничего не остается. Но они опошлили все. Все понятия, до каких дотянулись. Они опошлили слово «дума», слово «президент», слово понятия там «свобода», понятия «демократия», понятия «фашизм», понятия «родина», понятия «патриот». Все, все, чем мы оперируем, они все, до чего могли, своими говняными руками изгадили. Все, что, грубо говоря, было от моих семидесяти, ой, семнадцати до тридцати. И что будет от моих пятидесяти до семидесяти, ну, понятно, что будет что-то, наверное, новое, но силы-то уже не те, и блеск в глазах уже не тот. Он, конечно, красавец, удивительный. Мне нравится, он так врет, даже не поверхнется. Он говорит, это не мы напали, это на нас напали. Ты просто смотришь на это, называется «ссыв глаза божья роса». Ну, другого и не скажешь. Вероятно, вероятно, то, что я думаю, что Зеленский и его команды начали постепенно убирать отсюда, вычищать этих самых ребят, чекистов. Я думаю, что они точно прочитали в этом злобные, недружественные действия. Вы знаете, вы говорили о том, что первые месяцы пили. Я подумал, что имея самый лучший... Ну, что такое пить? Не было дня без тренировки почти. То есть количество алкоголя увеличилось. Это не значит, что это вот не то, как в вашем инстаграме, когда люди просыпаются среди бутылок и идут за следующей. Но вы что пили? Я просто поправлю. Что вы пили? Я всегда пью одно и то же, плюс-минус. Я пью винтажную бургундию, белую винтажную рону, винтажное шампанское. Я почти не пил красного все это время. Вот к красному вернулся только сейчас, этой зимой. Тяжело шло? Да нет, шло хорошо. Просто есть ограниченная капаста. Из, грубо говоря, четырех-пяти, может быть, шести бокалов. Я все-таки крупный мальчик. Но дальше уже будет там, я как-то буду плохо соображать на следующий день, поэтому... Я подумал, вы сказали, что вы пили там первые пару месяцев, да, войны. И я подумал, что, конечно... Нет, я пью все время, но... Чуть больше меры. Чуть больше меры, да. Я подумал, что имея самый лучший в мире магазин спиртного, можно себе позволить, наверное, пить что-то типа Романе Канти каждый день, да? Ну, Романе Канти каждый день, у тебя скоро не будет магазина лучшего спиртного, потому что он пойдет по миру. Романе Канти нужно продавать каждый день, а пить нужно что-то другое. Ну, скажите, как ваш бизнес сейчас идет в Лондоне? Я имею в виду ресторан и магазин. Грех жаловать. Я в восторге от вашего и магазина, вы мне экскурсию такую провели в Лондоне в свое время, и ресторан потрясающий. То есть вы сегодня уверенно стоите на ногах? Ну, после ударов, которые нанесли банки в прошлом году, у меня вообще от моей предыдущей уверенности, она очень сильно зашаталась, потому что я понял... А какие удары? Меня повыгоняли из банков. Почему? Русский. А вы не гражданин Великобритании? Я не гражданин Великобритании, я беженец. Вот много миллионов украинцев уже год как беженца, а я беженец как 14 с половиной. А почему вы до сих пор не взяли гражданство? Потому что я под защитой конвенции по беженцам. Понятно. Понятно. И банки повыгоняли прямо? Какие-то ограничили обороты и очень долго зачисляли, какие-то повыгоняли, какие-то где там спокойно можно было взять. Понравился инвойс, пошел большой, быстро взял кредит. Вот это у них все исчезло одномоментно. И чтобы восстановить это, нам потребовался практически год. Но восстановили. Ну, через юристов. Нет, это весь мой июнь, июль. Это ежедневные разговоры с банками, compliance, заполнение форм, юристы, ответы на вопросы юристы, переписка. И вот все, грубо говоря, мы летом были в Биорице. У меня ежедневное просто... Я не хотел просыпаться, потому что ежедневное просто... Ты доказываешь в 48 лет то, что ты не верблюд. Это очень неприятно. Понятно, что это проблемы очень первого мира. И понятно, что, опять-таки, зная, что происходит в нескольких сотнях километрах отсюда на фронте, мои проблемы – это полное дерьмо по сравнению с тем, какие проблемы у людей, может быть, когда могут убить в любую секунду. Но я столько времени и усилий потратил на то, чтобы у меня в жизни был комфорт. И по этому комфорту прилетело так, что... Я вас понимаю. Удар был очень неприятный, очень неприятный, очень чувствительный, существенный. Сильный достаточно. И пришлось долго... Сейчас грех жаловаться, мы все сделали. Ну, на юристов потратиться пришлось, я представляю. Да, на юристов потратиться пришлось не так много, но... Моральный ущерб он больше, чем... Мы поговорили о вашем бизнесе немного. Я всегда восторгался вашей одеждой. Во-первых, вашей смелостью. Мы вспоминали Евгения Александровича Евтушенко уже. Он же, вы помните, как одевался всегда. Цветастые кепки, пиджаки и так далее. Красная рубашка. Да, я его спросил однажды, Евгений Александрович, что вы так одеваетесь? Он сказал, я дитя тусклого времени и беру у него запоздалый реванш. Вот, ну мы все с вами дети... Он не видел этого времени. Слава богу. Я про себя думаю всегда, слава богу, что он не дожил до этого и не увидел этого кошмара. Конечно. Потому что для него бы и перестройка была бы тусклая, и особенно ранее ельцинский период, когда люди, которые привыкли к А, Б, Ц, Д, оказались в пустоте, они привыкли... Колхоз делает план, собачка делает гав, а здесь игры на раздевание показывают по телевизору. Вот, кстати, если после того, как война, если бы, условно говоря, Путина укусила муха мира, да, вот, включаешь по телевизору, опять приглашаешь того же Фоменко на игру на раздевание, и все, и все будут смотреть нормально, и ничего не... Муха мира, лучше бы его ядовитая змея укусила. Или муха-цца-цца. Или муха-цца-цца. А лучше и змея, и муха. Вот было джекпот, флеш-рояль прямо. Скажите, вот сегодня на вас что? Вот давайте с сапога начнем. Гуиди, прошлый год. Потрясающе, красные сапоги. Да. Так. Уму-Ванг, старая, любимая. Йоджи, рубашка. Пальтишечка. Йоджи. Класс. Засегивайтесь. Маржелла. Так, и шляпа. Шляпа Йоджи, наверное, двенадцатый год коллекция старая. Потрясающе. А на вас? А на мне что-то... Колиц. На мне что-то с рынка какого-то. Секонд-хендовского. Скажите. С южного бутова. Да-да-да, приблизительно. Вот вы когда так ходите, в таком наряде, в таком прикиде, вам кайфово? Это свобода ведь тоже смелость. Обычно, обычно, я... Давайте, я сейчас отвечу маленьким странным рассказам. Да. Был хэллоуин. А, за день до хэллоуина. За день до хэллоуина. Но уже кто-то начал там ходить и это самое. Вот. У меня что ли было... Что ли за ужином какое-то было напряжение. Я просто одеваюсь, иду в своих мыслях, иду гулять с собакой и то ли слушаю кого-то, то ли, ну, в общем, я в наушниках, то ли разговариваю с кем-то, то ли слушаю кого-то. Иду с собакой глубоко вот там, во внутренней магнолии. В Монголии. Или так. Так. И... Говорят, о, классный костюм. Я говорю, что? Классный хэллоуиновский костюм. Я посмотрел, думаю, не точно. Вот. Да я так просто каждый день хожу. Я фанат очень удобных вещей, и... Безусловно, я очень люблю, когда есть какие-то смыслы в вещах, и правильные надписи. Большой гардероб у вас? Да. Сколько занимает место примерно? Футболок сто с лишним вешалок, рубашек, наверное, 25. Ну, из них там семь или восемь вышиванки разные. Так. Штанов. Три десятка, из которых только шесть-семь сейчас нализают, потому что вот это все излишество не дались просто так. Обуви. Ну, такой, который носимый пар 20, и еще пар 20 красивый, который редко носимый. Пальто два десятка. Шляпы? Шляпы пару десятков, наверное. Может, 25. Ну, из носимых часто, наверное, тоже 6-7. Это одна из самых любимых. Гиди? Она шляпа для путешествий, потому что его можно снять. Ее смял, положил, и она потом так же расправилась. Геи вас часто за своего принимают? А у меня нет гей-вайба. Он у меня был, видимо, пока не было щетины. А сейчас у меня практически... То есть у меня есть несколько друзей геев, которые, в общем, согласны, что если он и бывает, то минимальный. Поэтому в целом они всегда считывают своих. Ну, у меня как-то не получилось с этим. Старались, но не вышло. Ну, видимо, плохо старался. Ну, вот мы говорили о том, дышится ли полной грудью, гуляя по Киеву. Но я сейчас перефразирую вопрос. Нужно дышать. Нужно дышать, да. Данная яма, нужно ее делать, нужно загонять в воздух легкий, заставлять сердце биться так, как оно должно биться на всю катушку. Сегодня вы счастливый человек? В целом, да, грех жаловаться. Особенно, когда вот сейчас мы разгрузимся, и будет миссион комплит. То есть миссия выполнена. Всегда в этот момент происходит такой хух, и наваливается сразу усталость. Сразу вспоминаешь, как вчера там ПВО работало, эти неприятные сирены, вот это вот все. А пока ты не сделал этой части, ты это как бы все не знаешь, не слышишь, не чувствуешь. Не, это, мне кажется, для психотерапии русского человека нет ничего лучше, чем помощь Украине в этот момент. Вот это просто, это можно сэкономить дикое количество денег на психологов, психиатров, лекарства, препараты запрещенные, разрешенные, потому что это все ставит просто на свои места. То, как это должно быть. Если завтра вдруг, ну, представим, с Путиным что-то случится, не будет Путина... Я столько не выпью. Да, Россия прекратит себя вести как слон в посудной лавке, покаяться перед Украиной, репарации и так далее, и так далее. Если мы придем к власти, так и будет. Ваши действия, вот как только вы узнаете, что Украина победила, напьетесь? Да, причем с Никой Белоцерковской, которая снимет обед без питья, который 8 лет уже держит. Что будете пить в День Победы? А может быть, вот как раз тогда и Романи Канти. Я думаю, что это будет... Нет, первым, безусловно, мы, конечно, это отпразднуем дома. Один из, не знаю, 15 или сколько там... Мне кажется, все 40 дней нужно будет праздновать. Когда бывает 40 дней траура, а здесь 40 дней нужно будет праздновать. Путина нет, и Россия понемногу становится другой. Вы вернетесь в Россию? Опять-таки, если те ценности, которые мы исповедуем сейчас и пытаемся их сделать популярными, победят, то да. Потому что, ну, это будут... Если это не будет физических развалин, то моральные развалины это будут точно. То есть вы рассматриваете для себя возвращение в другую Россию? Ну, приехать, посмотреть, рассматриваю, а именно возвращение, ну, где мы, а где... А где Россия? А где смерть Кащея? Спасибо вам за интервью это. Замечательно погуляли по Киеву, подышали полной грудью. Спасибо вам за ваше отношение к Украине, за вашу позицию принципиальную, честную, которую вы заняли не когда ветер куда-то подул, а с самого первого дня этой полномасштабной агрессии, и еще раньше, с 14-го года, я хорошо все помню. И спасибо вам... Вам спасибо, что помню. Спасибо вам за интервью, которое вы мне дали в первые дни полномасштабной этой войны, когда вы недвусмысленно, четко встали на сторону добра и заклеймили зло. Это дорогого стоит, я это помню, не забуду. Я вообще, вы знаете, никогда не забываю добро и не забываю тех, кто был на стороне справедливости. А зло забываете? Вы знаете, в основном да. А я нет. Помнить зло, мне кажется, непродуктивно просто, но какое-то особенное помню, конечно. И я знаю, что у вас еще один ужин будет, да, в Лондоне, в вашем ресторане, благотворительный, в пользу Украине. Он будет на даче 10 марта, там есть еще 12 мест, ну, 12 комфортных мест, и 10 тысяч за билет, и меню, которого не встретишь ни в одном ресторане. Ой, а что в меню расскажите хоть? А есть еще у вас батарейки на час, смотрите. Меню оторо, брюшко тунца, идет с соусом и с васаби, который мы натираем, на листочке латука. Потом креветка на арабате, такая малюсенькая печка, креветка карабинерос и соус из голов этой же креветочки. Потом чилийский сибас или черная треска, он запечен в крем-фраг, ну, это как сметана, с распущенным шафраном, то есть он оранжевый, такие. Овощи, как завещал Йота Маталенхи, это известный израильский шеф, такие вот сладкие, соленые, с ягодками, запеченные как гарнир. Дальше идет А3, А4, или получится А5, Кагашима стейк вагиу с черным зимним трюфелем. Как вкусно рассказываете. И такой, ну, он такой просто мармелад от стейка. Их обычно нет. Я не думаю, что сейчас в Украине кто-то подобными вещами торгует, потому что, ну, это неприлично столько платить в ресторане сейчас. И в основном, ну, на всю Англию поставляется где-то 30-40 килограмм в месяц. Вот, это одно из самых феноменально сделанных отрезов мяса. Вот, а десерты мы не готовим, поэтому десерты делает Оля Дабу. Это наши эклерчики с пониженным содержанием сахара и жира, но с повышенным содержанием счастья и запахов. Спасибо вам, Женя, большое. Спасибо. 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 Спасибо.